Здравствуйте! Приветствую вас на канале Notix. Сегодня мы рассмотрим ультрабюджетный вариант от компании Asus, а именно модель X540YA. Это приятно выглядящий ноутбук с откровенно слабым железом, без Windows, но у него есть своя сфера применения, давайте поговорим об этом. Крышка ноутбука выполнена у нас из пластика, черного цвета, имеется элемент шлифовки, по центру расположен логотип Asus. Остальный ноутбук также сделан из пластика, рабочая поверхность у нас золотистого цвета с элементом шлифовки, клавиатура полноразмерная с кнопкой включения вот здесь, единственное, что здесь можно интересно сказать про нее, то что символы латиницы, кириллицы разным цветом нанесены, то есть латиница белым цветом и кириллица зеленым цветом, кому-то это может быть удобно. Тачпад у нас среднего размера, нажимается нормально, но на жесты реагирует очень плохо. Диагональный дисплей составляет 15,6 дюйма, разрешение 1366 на 768, покрытие у нас матовое, само собой матрица TN, углы обзора маленькие, но если сидите прямо перед ним, то все будет нормально. Звук у нас по технологии Sonic Master фирменный, нас сделан. Ну, звезд с неба не хватает, посмотреть ютюбчик хватит, но музыку, кино лучше смотреть наушниках, либо с колонками. Все порты у нас располагаются по левой грани ноутбука, среди них три USB, один из которых Type-C, есть LAN, VGA, HDMI и комбинированный аудиовыход. Весит у нас аппарат 2 килограмма, а в толщину он 2 сантиметра и 7 миллиметров. За производительностью, можно так назвать, у нас включает процессор AMD E1, это самый слабый проц в линейке красных, здесь 2 гигабайта оперативной памяти, причем на частоте 1333, если вы помните, что еще такая частота была. Причем она распаяна, добавить ее нельзя. И здесь 500 гигабайтный жесткий диск. Вы можете спросить вообще, зачем покупать в 2018 такой ноутбук. Я, в принципе, могу вам дать на это ответ, учитывая, что здесь даже винда не установлена. Такие аппараты отлично подойдут студентам и школьникам, которые нужно разово, либо в течение какого-то времени, например, за год, писать большое количество рефератов и так далее, им не нужен производительный ноутбук, и они хотят по минимуму потратить денег. Это отличный вариант. Причем я бы сказал, что винду сюда накатывать вообще смысла не имеет. Вы можете попробовать накатить XP, но это не нужно. Ваш выбор это Ubuntu. Она бесплатная, сюда можно ее отлично поставить, и она будет себя комфортно чувствовать на этом железе. Причем вы сможете нормально браузить интернет, нормально печатать в Libre и других там офисных программах. Вы, наверное, можете сказать, что можно купить какой-нибудь аппарат 10-11 дюймовый, который будет, ну, как минимум, компактнее за те же деньги. Ну, я скажу, что это не самый лучший выбор. Во-первых, здесь экран побольше, во-вторых, здесь большее количество портов. Ну, выглядит он прилично, 15-6 дюймов можно носить с собой даже. Кстати говоря, конкретно эта модель из обзора стоит 15 тысяч, а вот покупать или нет, решать вам. Если вам нужен ноутбук, то это отличный вариант. Спасибо за просмотр и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok